все мы любим стрельбу причем стрелять мы любим в любую погоду в летнюю жару и зимний мороз это очень интересный и приятный процесс поднимающий на строение и разгружающий психику особенно когда никто не стреляет по тебе в ответ но есть вещь которая отнимает от стрельбы какое-то время это снаряжение магазинов боекомплектов но без этого не обойтись долгое время я задумывался а если устройство позволяющие заряжаться быстрее чем просто голыми руками особенно актуальным было бы иметь такое устройство зимнее время года когда мелкая моторика рук может быть ограничено низкими температурами и перчатками разной степени удобства старые добрые советские обоймы в расчет мы не берем потому что их надо сначала подготовить а потом уже применить используя специальный адаптер тут нужно искать что-то новое и испытывать на себе но что же этим новым может быть я вышел в интернет с таким вопросом всем привет вы на канале военный обзор меня зовут иван сайн помните в обзоре на магазины по афган я говорил вот бы кто-нибудь сделал егэ по ускорятели заряжания для магазинов автомата калашникова не страйкбольные лоудеры а нормальные настоящие лоудеры для боевых патронов и что мы имеем на момент 2024 года их много они разные вот в этом видео я выбрал две штуки это ускоритель заряжания от стич профи и и вот такой вот дешевый ускоритель заряжания от гнусных барыг с авито озонов и вайлберис которые просто скачивают из свободного доступа 3d print и начинает его продавать у себя за гроши уместно ли такие штуки как они вообще работают сейчас разберемся поехали мы переместились на соответствующую локацию для проведения испытаний напомню что в советской армии а далее наследница советской армии российской там белорусской украинской казахской есть старый советский норматив согласно которому снаряжение магазина а к на 30 патронов имеет три оценки 1 43 секунды это оценка удовлетворительно тройка 38 секунд это оценка 4 хорошо и 33 секунды это пятерка то есть отлично не помню точно шла ли там речь о снаряжении магазинов а к к м 7 62 на 39 или а к 74 545 на 39 но на самом-то деле разница здесь никакой нет что здесь что здесь 30 патронов одинаковое устройство одинаковые окна для проверки наличия полного боезапаса то есть 30 штук признаюсь честно я не знаю какую как я смогу вложиться в норматив более того он мне ни разу даже не пригождался даже на время во время срочной службы чего говорить уже гражданской жизни где никто ни к чему меня не обязывает вот но эксперимента ради я думаю попробуем сейчас засесть сколько по времени мне затратится снаряжение магазина 7 62 специально для youtube показываю данные магазины снаряжены макетами боеприпасы 7 62 на 39 и 5 45 на 39 они оба макетные оба с наколотым капсулем опять 45 еще и вот такие вот продавленные штуки имеет на гильзе то есть вот это вот вся фигня она абсолютно безопасно и никому не навредит следовательно и больше десяти штук можно набить магазин правда магазин магазине под 545 у меня всего лишь 6 маслят так давайте для начала разгрузим боеприпас в эту замечательную канадскую кепку который мне прислал дмитрий из канады где а вот и вот 30 магазин пустой организовано удобное место для забора боеприпаса и помещение его в магазин ну что попытаемся засечь и посчитать сколько у меня с первой попытки получиться а так засекли вот здесь закреплен таймер который я электронным монтажным способом поместил а теперь дальше мы уже будем судить сколько времени мы сможем сэкономить или наоборот потеряем пользуясь вот одним из этих зарядных устройств начнем с дешевого варианта осмотрим его так сказать это простая 3d печатная конструкция которая на озоне да и во всяких интернет-магазинах может варьироваться стоимости от 300 до 1000 рублей при том что я точно знаю вот у меня в телеграме вот здесь вот qr-код ссылочка у меня в телеграме есть пост на котором зафиксирован архив на котором можно найти схемы по печати таких же штук и бесплатно себе заказать либо заказать через какую-то специальную шарашку которая тебе сделает эту штуку по себестоимости а не за косарь я думаю за 1000 рублей можно с одной катушки для 3d принтера таких напечатать но сильно больше чем одну в то время как всякие не особо добросовестные ребята которые даже не разрабатывали самостоятельно лекал для такой штуки ну блин стригут бабки как не в себя значит что здесь есть здесь есть зацеп для переднего зуба есть вот такая вот крышечка не знаю зачем она нужна она особо не помогает упор то есть вот так вот надо этим пользоваться окно или технологическое отверстие в которой мы суем боеприпас да и дальше проталкиваем его вот такой вот кнопкой также вот этой вот этим выступом можно производить разрядку разрядку шоу магазин рада это нихера не удобно так вот вот так вот это делать гораздо тактильнее проще здесь это больше синдром поиска глубинного смысла нежели чем здравый смысл мы зацепляем ее вот сюда за передний зуб накидываем на задний и вот эту вот штуку задвигаем берем либо правую руку либо в левую руку следующим образом в зависимости от того какая у вас ведущий так как это работает 762 патрон заходит хорошо проталкивается легко то есть надо еще подождать пока он упадет упрется и спустить потому что если мы нажмем вот так вот то у нас будет перекос и возможно у нас что-то слетит и что-то пойдет не так вот ну и принципе видите здесь есть небольшой перекос даже если будет приложена хотя бы минимальная сила то этот перекос типа патрон выдвинут вот так вот всяк вот он станет на место магазин а к довольно надежный и простой в этом плане здесь ломаться нечему и все довольно таки притерта на 545 принца в принципе тот же самый мы можем вот так вот сделать и даже применение вот это вот рзац заряжатели да или как там его можно даже небольшой лайфхак и сделать то есть берем сразу несколько патронов и делаем вот так вот получается типа быстро но на пятерках работает нормально даже вот вы видели один патрон немножечко заживала и принципе вот немножечко сместился мы даем небольшую нагрузку он встает себе на место попробуем зарядить магазин с помощью 3d принтованного лаудера и не погибнуть от укусов комаров на старт внимание и а и и и и и и и все заряжено окошко показывает что 30 магазинов 30 патронов они все довольно ровно стоят несмотря на то что в первости я критиковал всю эту схему за то что вот так вот некоторые патрошки могут выдвинуться но по первости должен сказать что эта штука я не могу утверждать что она облегчает заряжание она наоборот усложняет на скорость это делать то есть во первых ее надо сначала надеть застегнуть потом правильно схватить и попадать в эту дырку не так уж и просто более того как вы уже видели там были моменты что патрон я его вот так вот опускаю и он либо прикусывается вот так вот либо с ним еще что-то происходит либо я вообще промахиваюсь так что эта штука на мой взгляд спорная теперь давайте-ка посмотрим как это будет работать с со стичевским вариантом так для начала немного матчасти stitch профи это у нас если я не ошибаюсь екатеринбург свердловская область и здесь они пошли немножечко другим путем если здесь и сборная такая история да с отдельными деталями до 3d print дешевый то здесь уже такая цельная монолитная удобная такая конструкция которая вообще абсолютно вот простая мне ничего нет подписано что это для пока чтобы поддерживается боеприпас как 545 так и 762 и разворот вот такой пульки ну как бы намекает на то что ее надо класть вот так вот как на картинке подходит эта штука дома у себя проверял к разным магазинам но немножечко с натурком то есть она нажим натягивается и все то есть его вот так вот типа влево вправо ну то если только применяя силу можно сорвать вот так вот не разъединить при этом она довольно так хорошо держится никаких вот таких вот подвижных частей здесь нет что делать ее но на самом деле на мой взгляд на шаг впереди и подходит это как я и сказал практически к любым магазинам в том числе и к 545 да я кукосов собрал магазинчик как на вот этом демотиваторе однако вариант от стич профи стоит дороже чем в среднем по больнице вот такой вот заряжатель если я не ошибаюсь цена у него от 690 до 900 рублей там зависимости от борзости продавца барыги но в основном вот можно например на сайте стич профи по самой оптимальной цене заказать либо на озоне по скидке так давайте-ка сначала посмотрим как эта тема работает с пятерками не на скорость а просто в принципе какие здесь могут быть подводные камни потому что пятерок у меня в принципе меньше то есть как это работает вот такая вот здесь организация здесь есть пазик которым мы цепляемся за зуб получается вот такая вот история но на мой взгляд здесь неудобно то что окно именно с одной стороны то есть если я хочу вот так вот заряжать я не смогу это делать то есть это либо так либо так то есть магазин всегда к нам правой стороной к нам в лицо смотрит как это делается можно как вот так вот заряжать то есть по одному а можно сразу же несколько вот например пятерки сюда раз два три четыре и пять но тоже смотрите видите они типа перекашиваются меня это конечно смущает но зарядились они замечать даже никакого практически перекосы нет что делает вот эту вот штуку более привлекательно как это работает на 7 62 абсолютно таким же образом мы примыкаем и закидываем сюда маслят но так как патрон 5 45 меньше чем 7 62 7 62 может вот так вот застревать вот видите происходит перекосы придется наверное иногда пальцами подправлять либо привлекать напильник ну все вот допустим представим себе историю что я все сломал да что они вот так перекосились какое-то количество но при этом они нормально здесь забились это прикольно на мой взгляд вот как она будет работать на скорость мы сейчас с вами соответственно посмотрим да еще пока я разряжаю замечание вот с 366 вот эту штуку можно тоже использовать внутри 66 еще габаритнее чем патрон 7 62 и от этого ну комфорта в применения вот этой меньше если использовать 366 вот у этой побольше преимущество так продолжим а ну Продолжение следует... Ну, вот такая вот петрушка получилась. Последние... Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть боеприпасов столпились, и лоудер слетел, когда я начал заряжать. Ну ладно, сейчас уже можем ничего не засекать. Просто вот так вот их загрузить. По-моему, максимум по пять можно вот так вот закидывать, загружать. Ну что ж, несмотря на более качественное исполнение, да, там, при одинаковом уровне навыков по зарядке АК, вот эта вот более профессионально выглядящая штука проиграла вот этой. Потому что банально она, из-за того, что у нее нету зацепа, да, при частично полной загрузке магазина, она начала слетать, и ее, ну, очень неудобно контрить. Тоже непонятно. Здесь надо еще хват, наверное, привычный какой-то подбирать. Вот такие вот дела. Сложно назвать этот тест на скорость снаряжения объективным. Он, скорее, суперсубъективный, потому что я не ценю точма, чтобы все объективно, как бы, оценить и сказать, что вот это вот круто, а вот это отстой. Или наоборот, вот это вот отстой, а вот это круто. Мне лично кажется, что гораздо лучше, гораздо надежнее для каждого пользователя автомата Калашникова, и не только будет, все-таки улучшение своих собственных навыков мелкой моторики в снаряжении боеприпасами магазинов от АК. То есть вот ваши руки, они всегда с вами, за исключением тех случаев, если вы эту руку там потеряли или вам отрубило палец, как Александру Святову. Это, несомненно, полезный навык, но в то же время при наличии этого навыка вот эти устройства, они могут быть полезны. Первый вариант применения таких штук актуален на всяких соревнованиях и ивентах, где нужно подготовить большое количество заряженных магазинов. То есть вот как вот, например, Калашников Медиа снимают, когда они там убивают насмерть стволы, у них вот целый ящик с боеприпасом. И в этом ящике дофига патронов, которые нужно... Дофига магазинов, которые нужно снарядить. И если вот тупо сидеть и снаряжать постоянно, ну, пальцы отвалятся. А вот такие вот штуки помогут сохранить вам силы, если нужно быстро и целенаправленно снарядить большое количество боеприпасов. На заметку всяким инструкторам, тирам и так далее. Второй вариант применения, на мой взгляд, будет актуален в случае, если вы занимаетесь подготовкой или обучением детей оружейной культуре. Господи, начался дождь, что мне делать? Покер, посижу еще, да расскажу. В принципе, дождь меня не сильно волнует, только кепку одену. В общем, следующий вариант применения, актуальный для этих штук, я вижу в обучении, как я уже сказал, детей. Тому, как обращаться с оружием. У маленьких детей маленькие руки, как и у мальчиков, так и у девочек. И эти маленькие руки, они сильно слабее, чем у среднестатистического мужчины, и тем более женщины. Поэтому взять и зарядить целый магазин АК ребенку возраста 7-8 лет не всегда будет, как бы, легко. Поэтому вот такая вот штука, она с легкостью упростит весь этот процесс и больше вовлечет ребенка во всю эту штуку. Блин, она же щелкает, здесь что-то надо вставлять. Здесь вот такая вот интересная, как бы, история получается. Третий вариант. Третий вариант применения, на мой взгляд, актуален в холодное время года, когда у вас либо открытый тир, либо еще что-то. И вам, ну, не хочется морозить руки, особенно в том случае, если у вас металлические магазины АК, как вот этот вот штампованный, там, образца 49-го года и вот такой вот более распространенный вариант. С бакелитом, конечно же, попроще, или там стеклонаполненный полиамид, что-то там, короче. Из чего сделаны магазины АК, читайте в паблике АК-инфо у Павла Птицына. Я не такой специалист, как он. Холодные металлические магазины на морозе, в принципе, как и полимерные, заполнять не очень комфортно. Руки мерзнут, они более восприимчивы к тому, чтобы порезаться об вот эти вот металлические губки магазина, что, ну, не есть хорошо и вредно для здоровья ваших замечательных модельных рук. И зимой, не спеша, да, при этом не заморачиваясь с руками, не снимая, не надевая там перчатки, в которых тоже, может быть, неудобно. Вот такие вот штуки тоже очень-очень хорошо смогут помочь вам быстро, либо хотя бы, ну, не запариться, заполнить магазины боеприпасом. Подводя итог, могу сказать, что для того, чтобы заряжать магазины, вот эти штуки, они очень-очень специфические. И в том случае, если вы не занимаетесь там снаряжением большого количества магазинов для какой-то организации, для какого-то мероприятия, если вы не занимаетесь обучением детей владением и культуре оружия, и если вы не находитесь зимой в открытом поле, где вас обдувает и ваши руки мерзнут, то применение вот этих штук неоправдано. Вот. Потому что всегда у вас есть ваши грабельки, с помощью которых вы сможете заполнять вот эти замечательные магазинчики. Вот. Так что вот так вот. Это не совсем безидейная, бесполезная штука, она очень узкоприменяемая. И, в принципе, нет ничего плохого, если такое вот иметь и не нуждаться в ней. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Иван Савин, канал Военный Обзор. И мое честное непредвзятое мнение по поводу лоудеров. Все, до скорых встреч, пока. Чего только не сделаешь для подписчиков. Вон какой-то дождь. Бежух. Да еще и со штативом, как с волыной. Ладно, всем приятного времяпровождения. Спасибо за просмотр еще раз. Братишка, я тоже хочу такой оранжевый магазин. Слушай, ну давай обменяемся. Какой? Так, вот этот. Давайте меняю его на пачку стикеров с аниме-девками. Слушай, ну давай обменяемся.